На Ринмарский авиаотряд, ресторан «Тиман», социально-культурный центр «Престиж», Ненецкая телерадиовещательная компания и региональное отделение партии «Единая Россия». Пять организаций региона подхватили эстафету «Добрых дел», которая проходит в Ненецком округе под эгидой «Года добра», объявленного губернатором Игорем Кошиным. Символичная передача эстафеты «Добрых дел» началась еще в январе в артмастерской Натальи Поликарповой. 28 картин, нарисованных участниками мастерской, были подарены учреждениям здравоохранения и теперь украшают в том числе стационарное отделение детской окружной больницы. Следующим «Творить добро» вызвался Ненецкий краеведческий музей. Сегодня учреждение культуры передает эстафету другим организациям региона, и ее уже не остановить. Одними из первых действия «Года добра» в Ненецком краеведческом музее ощутили те, кто живет в Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов, и пенсионеры, которые проходят курс оздоровления в комплексном центре социального обслуживания. Для них были организованы автобусные прогулки с экскурсом в историю края. На этом сотрудники музея не останавливаются и будут продолжать творить добро. Но эстафету «Добрых дел» все-таки передали и другим организациям региона. Мы очень долго думали, что это что-то должно быть такой, какой-то знак передачи «Добрых дел». И было определено, что это должна быть, наверное, книга. Раз это музей краеведческий, то есть это должно остаться в истории нашего края и храниться в музее. Музей – это у нас главный хранитель всех фондов Ненецкого автономного округа. Поэтому здесь это будут странички, их можно будет брать, оформлять теми фотографиями, теми событиями. Каждое учреждение, каждый житель, даже абсолютно какое-то маленькое доброе дело, но оно здесь, вот в этой книге, оно будет учитываться. Свой след в книге истории сегодня уже оставил Наринмарский авиаотряд. В губернаторскую библиотеку авиаторы презентовали 100 экземпляров книг. Эта книга об истории нашего предприятия, ни много ни мало, 70-летняя история нашего предприятия. Я в душе надеюсь, что молодые люди, которые читают эту книгу, заразятся по-хорошему, заболеют авиацией и придут к нам на смену. По словам директора Ненецкой телерадиообещательной компании Владимира Томилова, телевизионщикам не привыкать нести адресное добро людям. Этим компания и продолжит заниматься, подхватив эстафету добрых дел. Ведь кто-то нуждается в сборе средств на дорогостоящие лечения, кто-то нуждается в улучшении жилищных условий, а мы, телевизионщики, способны, по крайней мере, как минимум обратить на это внимание, вышестоящих и внести добро всем людям таким образом. И самое главное, что мне кажется, творить добро нужно не только в год добра, но и всегда. И я думаю, мы это будем продолжать и в 18-м, и в 19-м, и в последующих годах. Результатом года добра в НАУ станет не только книга, но и документальный фильм, отметил директор телерадиовещательной компании. Традиция назвать каждый Новый год принадлежит главе региона. Тематику 2017-го объявили сами жители. Я очень хочу, чтобы эстафета добра дошла до каждого населенного пункта в нашем округе, и чтобы 2017 год стал таким стартом добрых дел в нашем Ниньском автономном округе. Принять участие в эстафете добра могут все, будь то организации или отдельно взятые жители округа. Ведь творить добро – это так просто. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».